Кто такой Бухари? Его полное имя Абу Абдиллах, Мухаммад ибн Исмаил, ибн Ибрахим, ибн Муғыра, ибн Бардизба, аль-Джу'фи, аль-Джу'фи юмавлахум аль-Бухари. Его имя было Мухаммад, его звали Мухаммад, его отца звали Исмаил, а деда Ибрахим. Легко запомнить, Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим, а его прадеда звали Мухыра, который обратился в ислам. Мухыра обратился в ислам еще во времена сахабов, тех сахабов, которые завоевывали провинцию Хурасана. Хурасан – это современный Афганистан и Иран, провинция в современности именуемая Афганистаном и Ираном. На самом деле, сам Бухари родом из провинции Бухара, земля Мавара-Нахер, также известная как Трансаксания или Трансаксиана. И это земля, которая является современным Ираном. То есть Бухари был персом. Бухари был персом. И очевидно, он обладал чертами перса. И он говорил на персидском, как на языке матери. То есть языком, которым он владел, был персидский. И, конечно же, он владел арабским. Но это был приобретенный язык. Он не был языком, на котором он говорил на родине. Итак, Аль-Бухари. Аль-Бухари означает, что он из города Бухара. И когда мы говорим имам Бухари, это не его имя. Это часть его родословной, из какого он города. А в то время человека описывали и по родословной, и по названию города. Дата его рождения – это либо 12-е, либо 13-е число месяца Шауаль. 12-е, 194-го года хиджры. 12-е, 194-го. И это был день Джума. Это была пятница. А его рождение не передано, чтобы оно было каким-то сверхъестественным. Но о его раннем детстве мы знаем, что в нем произошло два ключевых события. Первое. Его отец скончался, когда он был еще очень маленьким. Кончина его отца. И второе – это то, что имам Бухари, рахимухуллах, ослеп. Это произошло, когда ему было три года. Он потерял зрение. Итак, перейдем к его родителям и попытаемся сложить пазл воедино. Его мать. О ней мы знаем не так много. Но то, что мы знаем о ней – это то, что она поклонялась Аллаху, субаханнаху ва та'аля. Была регулярно поклоняющейся. Она любила поклоняться Аллаху, субаханнаху ва та'аля. И что произошло, когда имам Бухари, рахимухуллах, потерял зрение в возрасте трех лет? Она твердо вознамерилась продолжать выстаивать тахаджут и ночные стояния. Каждую ночь. Вознося мольбы Аллаху, субаханнаху ва та'аля, дабы Аллах, субаханнаху ва та'аля, вернул ему зрение. Затем произошло чудо от Аллаха, субаханнаху ва та'аля. Аль Бухари ослеп не на короткое время. Это был значительный срок. Он был слеп три или четыре года. Его мать никогда не теряла надежды на Аллаха. Она продолжала делать дуа. И в одну из ночей она увидела во сне Ибрахима, алейхиссалям. Ибрахим, алейхиссалям, подошел к ней и сказал, «О, такая-то! Аллах, субаханнаху ва та'аля, обрадовал тебя вестью. Аллах, субаханнаху ва та'аля, восстановил зрение твоего ребенка». И Ибрахим сказал, что это по причине ее дуа. Ибрахим, алейхиссалям, сказал ей, «Аллах вернул зрение твоему ребенку из-за твоей дуа». Она проснулась, пошла к имаму Бухари, рахимухуллах. Она разбудила его, он открыл глаза, и он огляделся чистым взглядом, не понимая, как такое может быть, что происходит. Аллах, субаханнаху ва та'аля, ответил на эту дуа. И это показательно. Ведь получается, что мы получили все наследие имама Бухари через дуа его матери. Когда он был ребенком, с ним произошло две истории. В них видно, насколько невероятной памятью он обладал. Во-первых, среди тех ученых, у которых он учился, был имам Ад-Дахили. Аль-Имам Ад-Дахили, рахимухуллах. И Ад-Дахили считался одним из самых выдающихся ученых хадисов Бухари. И у Ад-Дахили были составлены им свитки с хадисами. Он записывал в них хадисы. И однажды имам Бухари сидел на его уроке. Тогда Аль-Бухари было всего 11 лет. Так вот. И Ад-Дахили говорит, рассказал Суфьян от Аби Зубейра, от Ибрагима. То есть, привел цепочку передатчиков. Аль-Бухари поднял руку и сказал. Он сказал, шейх, Абу Зубейр никогда не встречался с Ибрагимом. А он ему, ты о чем, встречался? Но Бухари настаивал, говорил, нет, никогда не встречался. И он сказал, ты уверен в том, что говоришь? И это его рассердило. 11-летний мальчуган спорит с ним в его кружке. И говорит мне, что эти два передатчика хадисов не встречались. Это его вывело из себя. А он говорит, о, мой учитель, обратитесь к оригиналу своего свитка. Ведь эти заметки Дахили были собраны вместе и раскопированы для всего класса. И он сказал, посмотрите в оригинале. Не найдете ли там? И Дахили оставил сидеть целый кружок студентов. Пошел домой. Взял свитки, нашел этот хадис, эту цепочку. И вернулся. А в это время студенты вне себя от Бухари. Ведь они остались там, сидят, не учатся никаким хадисам. Просто ждут учителя, пока он вернется злой, подтвердив свою правоту, оспоренную 11-летним мальчиком. А Аддахили вернулся, смеясь. И он сказал Аль-Бухари. Он спросил. Сынок. Так от кого он передал? Какая правильная цепочка передатчиков? Как ты это выяснил? И он сказал ему. Рассказал. Суфьян. От Зубейра. От Ади. От Ибрагима. То есть Аль-Бухари дал ему правильную цепочку. В 11 лет. Он сказал, ты сказал правду, и какой ты просветленный молодой человек. И посмотрев на него, он сказал, у тебя будет особое положение. У тебя светлое будущее. Таким образом, Аддахили был весьма впечатлен своим учеником. Аль-Бухари увидел сон. В детстве, будучи еще подростком. На самом деле, этот сон видели многие. Многие ученые видели этот сон. И Бухари увидел себя в этом сне. Он шел за пророком, саллиллаху алейхиусалям. Всякий раз, когда пророк, саллиллаху алейхиусалям, опускал ногу, и Бухари опускал свою ногу. Он видел этот сон, будучи молодым человеком. И, субханаллах, другие улема, ученые, также видели этот сон. В 16 лет они с матерью и старшим братом отправились в хадж. И, так же, как на протяжении сезона хаджа, так и в остальное время, Мекка была интернациональным университетом мусульман. Ведь в то время не было визы на две недели, после которых ты должен был вернуться. Если хочешь совершить хадж, и ты из Андалусии, думаешь, ты пробудешь там пять дней? Ты мог прожить там пять лет. Ведь это раз в жизни. У тебя ушло два года на дорогу из Андалуса в Мекку. Думаешь, ты пробудешь там всего две недели? Ты останешься там на месяц и, возможно, на годы. И, как вы думаете, чем занимались ученые, живя в Мекке? Приносили пользу преподаваниям. То есть, на протяжении многих веков, Мекка считалась главным интернациональным исламским университетом. Все известные ученые мира могли преподавать там фикх, хадис, акиду. Чтобы они не преподавали, у каждого был свой кружок. И вот имам Бухари в возрасте 16 лет, увидев все это, был словно ослеплен. Сон, сон стал реальностью. И он умолял свою мать, возвращайся с моим братом, позволь мне остаться. Он покинул Бухару, хотя и не планировал. Но, придя в Мекку, он увидел то, чем хотел заниматься. И его мать, благословив его на это, позволила ему остаться в Мекке. И он больше никогда не возвращался в Бухару до конца своих дней. И в возрасте 18 лет он написал свою первую книгу. В 18 лет и он написал первую книгу. И эта книга в печатной версии, и у меня она есть дома. Она толщиной в 9 томов. Такой толщины. А что сделали в 18 мы? Имам Аль-Бухари написал одну из самых продвинутых книг в своей тематике. И это Ильмар-Риджаль, наука о передатчиках. По сей день ученые хадиса пользуются ей как главным справочником. Для выяснения имен, биографии, мест, то, что Бухари написал это в возрасте 18 лет, показывает нам, что он овладел этой областью. И также он овладел и другими сторонами науки хадис. Ведь это самое продвинутое знание о хадисах. Из его величайших почестей и привилегий была его поездка в Багдад. А в Багдаде был величайший из живущих ученых хадиса того времени имам Ахмад бин Ханбаль. Имам Бухари учился у имама Ахмада, едва ли достигнув 20. И имам Ахмад отметил весьма значимую вещь. А имаму Ахмаду тогда было 60-70 лет. Бухари же было за 20. Имам Ахмад сказал «Я никогда не видел во всей провинции Хурасана, подобного Мухаммаду ибн Исмаилю». А Хурасан был одной из самых больших провинций во всей империи на то время. И имам Ахмад сказал «Я никогда не встречал во всей провинции, подобного Мухаммаду ибн Исмаилю». Ученый сказал «Имам Ахмад ограничил его Хурасаном. Ведь Бухари было около 20. Если бы он встретил Бухари позднее, если бы он встретил Бухари позднее, то он не ограничил бы его только лишь Хурасаном. То есть он встретил Бухари, когда тот был еще молодой. Имам Ахмад – неоспоримый лидер по хадисам. И он сказал, что во всей провинции… Что такое Хурасан? Хурасан – это часть Ирака, весь Иран, Афганистан – это все Хурасан. И он сказал «Во всей этой провинции я еще не встретил никого, ни ученого, ни ученика, подобного имаму Аль-Бухари». Женился ли имам Бухари? Были ли у него дети? Как мы упоминали ранее, есть разные мнения, а Аллах знает лучше. Но не похоже, чтобы он женился или имел детей. Итак, мы усвоили из книг по биографии имама Бухари. Что имам Бухари обладал тем, что сейчас мы называем фотографической памятью. И это явление сегодня документально подтверждено. Сегодня наука это доказала, и мы знаем людей с фотографической памятью. Несомненно, у имама Бухари была фотографическая память. Ему было достаточно увидеть хадис лишь однажды. И ему этого хватало. И Ибн Кафир пишет, он прочитывал страницу лишь один раз. И после этого он запоминал эту страницу на всю жизнь. И было так, что даже при его жизни люди сомневались в том, как это возможно. Его память была столь поразительна, что во время его жизни ученые, которые были куда старше него, начинали говорить это слухи, легенды, это сказки. И неоднократно ученые прилюдно проверяли его. Проверяли его знания. И одна из самых известных проверок произошла с имамом Бухари, когда ему было за 30. И он посетил Багдад после кончины имама Ахмада. Вновь посетил Багдад. Теперь весть о его учености облетела весь мир. Все услышали о Бухари. Это поразительная вещь на то время. Кому-то в 30 лет иметь такую репутацию. И ученые Багдада сказали, последователи этого парня явно переоценивают его. И мы покажем всем раз и навсегда, что пустой шумихи вокруг него больше, чем его реальных знаний. Что они сделали? Они сказали имаму Бухари, давай все встретимся в большой мечети Багдада. В Багдаде есть известная мечеть Джам'аль-Кабир, большая мечеть. И каждый из 10 приведет по 10 хадисов на пользу нашим ученикам. И это было популярно в то время. Все ученые собирались вместе. Ты приведи 10, ты 10. И вот, маша Аллах, табарак Аллах, ученики получают роскошное знание о хадисах от шейхов. Но они схитрили, желая перехитрить Бухари. Что же они решили сделать? Скомбинировать и смешать цепочки передатчиков, называемые Иснадом, с матном, то есть с самим текстом, и поместив матан от одного Иснада к Иснаду от другого. То есть внешне казалось, что хадис звучит обоснованно. То есть А передал Б, передал В, передал Г, что пророк с Лиловским сказал, дела оцениваются по намерениям. На самом же деле, этот хадис не был передан по цепочке в порядке А, Б, В, Г и Д, а в порядке В, Б, А, Г. Понимаете, о чем я? Вырезали Иснады, вырезали матаны и смешали их вместе. И получался как бы новый хадис. Ученые хадиса смотрят не только на текст, но и на цепочку, по которой он пришел. И если цепочка другая, значит другой хадис. Мы, обычные простолюдины, смотрим только на текст, дела оцениваются по намерениям. Нас не волнует цепочка. А для ученых хадиса считается, если другая цепочка, это уже другой хадис. Итак, каждый десяток был скомбинирован и смешан. Вся сотня. И вот начал первый из них. Бухари сидит, и ему приводят первый хадис. И для учеников это был известный хадис. Дела оцениваются по намерениям. Мы не знаем, был ли он первым из сотни. Все студенты слышали этот хадис. И вот он упомянул первый хадис с другим и снадом. Спросив Бухари, у тебя есть этот хадис? Имам Бухари сказал, нет, я никогда не слышал его. А для учеников это самый известный хадис в мире. А Бухари говорит, никогда не слышал его. Второй хадис. И вновь Бухари сказал, я никогда не слышал его. Третий, четвертый, все десять. А эти ученики знали все десять. Бухари же сказал, я никогда не слышал эти десять. Пошел второй десяток с другим шейхом и третий. И вот, наконец, закончили все сто. А Бухари признал, что ему неизвестны все 100. И теперь они были уверены, что победили. Ведь, кстати, если бы Бухари сказал, что он слышал их, он бы раскрыл себя. Этого хадиса не существует, вы ошиблись. По крайней мере, он сказал, что не слышал, но теперь он выглядит джахилем, ведь он не слышал ничего. Далее, когда они закончили, Бухари спросил, вы закончили? Они сказали, да. Он сказал, хорошо, что же до тебя, говоря первому? Твой первый хадис от А, Б, В, Г, Д. Дела оцениваются по намерениям. Его цепочка не верна. Правильно будет В, Б, А, Г. И он перешел ко второму, поправив его. Потом к третьему поправил его. И так один за другим он закончил со всей сотней неправильных хадисов и поправил все до единого. В известном комментарии к Бухари Ибн Хаджар, который умер в 852-м, через много веков после Бухари, Ибн Хаджар сказал, что поразительно, так это не то, что имам Аль-Бухари знал правильный хадис. Этого мы ожидали от специалиста по хадисам. Этого мы ожидали, что он знал, что не А, Б, В, Г, Д, А, И, К, Л, М, Н. Этого мы ожидали. Но что поразительно, это то, что он на ходу выучил неправильные версии, еще и в хронологическом порядке, после того, как выслушал всех всего раз. И испытание в реальных условиях в мечети Багдада было окончено перед всеми тысячами учениками там. Память имама Бухари выдержала проверку, и ученые поняли, что слухи оказались правдой, что человек подтвердил истинность слухов. Давайте поговорим о том, что за вдохновение стоит за Сахихом Аль-Бухари. Начнем с истории, которая произошла с ним в молодости, когда он был молодым человеком. Так вот, когда Бухари был молод, во сне он увидел пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Бухари стоял перед пророком, саллиллаху алейхи вассалям. И вдруг налетели мухи. И имам Аль-Бухари, стоя там, разгонял этих мух, защищая пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда он проснулся, он спросил шейха о сне. И шейх сказал, ты будешь охранять пророка, саллиллаху алейхи вассалям, от вымышленных хадисов. Так же, как от этих мух. Твоя миссия в жизни защищать пророка, саллиллаху алейхи вассалям, от этих надоедливых мух, пытающихся подлететь, но не способных что-то сделать. И это хадисы, которые являются вымышленными. И имам Бухари понял смысл о специализации по хадисам. И позже, собственно, идея написать Сахих Аль-Бухари пришла к нему через его известного учителя, которого звали Исхак бин Рахуэйх, еще один известный персидский ученый хадиса, гигант хадиса своего времени. И вот Исхак бин Рахуэйх, обучая студентов, а Бухари был лучшим из них, вскользь обронил, что было бы замечательно, если бы кто-нибудь написал книгу, в которой сосредоточены лишь Сахих хадисы. И имам Бухари сказал, эта идея проникла в мое сердце. И будучи молодым студентам, я отложил эту идею до поры, пока не смогу осуществить ее. Итак, это его идеей было написать книгу лишь по Сахих хадисам. И написание этого в общей сложности заняло 16 лет. И он составлял это главным образом в городе Басра, где он жил пять лет, совершая хадж каждый год. И он отсеял свыше 600 тысяч хадисов, которые он выучил. 600 тысяч. Он отсеивал их, пытаясь найти те, которые подходят по критериям, больше всех, чтобы написать Сахих. Тогда в последние несколько лет написания Сахиха он отправился в Медину. Ведь он хотел обрести благодать проживания в Медине. Особенно последний год из 16 лет он проводил все свое время, пересматривая и повторно редактируя свой труд. То есть все его дни и ночи были посвящены Сахиху аль-Бухари. И позже он сказал студентам, что для каждого отобранного мной хадиса я специально брал омовение и читал два раката и стихары по сунне пророка. Абсолютно для каждого хадиса. То есть это уже был элемент духовности. Передается, что в конце своей жизни имам Бухари отправился в плавание по делам бизнеса, по каким-то торговым операциям. Похоже, Бухари хотел приумножить свой капитал. И он сел на корабль и отправился в какие-то земли. Мы не знаем, что он хотел купить, но при себе у него было много денег. 10 тысяч динаров, 10 тысяч золотых монет. Возможно, это что-то вроде миллиона долларов. Большая сумма. 10 тысяч золотых монет. И вот он на корабле. И корабль отбыл в путь. И во время плавания он подружился с кем-то. И этот его попутчик оказался низким человеком, со злым характером. Имам Бухари в разговоре обронил, что у меня есть 10 тысяч динаров, я хочу купить то-то и то-то, что бы это ни было. На следующий день распространилась новость, что капитан корабля сказал, что кто-то украл 10 тысяч динаров у этого спутника Бухари. И мы обыщем весь корабль. Посмотреть, у кого есть 10 тысяч динаров. Понимаете, что он сделал? Перевернул все. А парень говорит, кто-то украл мои 10 тысяч динаров. Итак, даже если они бы нашли 10 тысяч динаров, в конце концов имя Бухари было бы оправдано. Ведь все просто. Бухари мог описать точные характеристики своих динаров, а парень не видел денег. Он просто соблазнился этой огромной суммой, надуманным шансом ее заполучить. Мол, а вдруг удастся? Итак, когда Бухари услышал об этом, он взял мешок золотых монет, положил его к себе в рукав, подошел к борту и, пока никто не видит, выбросил их в воду. Капитан обыскал весь корабль, но ничего не нашел. Позже мужчина пришел и сказал, я же знаю, ты не соврал. Ты имам Бухари, у тебя должны быть деньги. Где ты их прячешь? То есть его замысел раскрылся. Бухари мимоходом говорит, выкинул их в море. Так, в море выкинул. Мужчина сказал, что? Ты дурак? Даже если у меня не вышло бы их получить, у тебя-то они бы остались. А теперь оба в убытке. Что же сказал имам Аль-Бухари? Он сказал, я прожил жизнь, стараясь держать свою репутацию чистой, чтобы от меня принимались хадисы пророка, а это намного ценнее, чем 10 тысяч динаров. Пускай они уйдут, но моя репутация не запятнается. И не запятнаются хадисы, которые я передал. И он отказался от своего богатства, лишь бы исключить даже вероятность сомнений в себе. Куда попали 10 тысяч, мы не знаем реальную историю. То есть имам Бухари попросту избавился от денег, лишь бы не бросить тень на репутацию. Редчайший, чрезвычайно редкий случай в истории уммы, чтобы ученый был подлинным специалистом, сразу в нескольких сферах, большая редкость. Да, вы можете быть хороши во многих сферах, но чтобы специалистом, большая редкость. И имам Аль-Бухари был одним из таких. Он был специалистом, понятно, в хадисах, и также был специалистом в теологии вероубеждения, и также был специалистом фикха. И он написал книги по хадисам, также писал книги по акиде теологии и книги по фикху. И его сахих показывает его квалификацию в этих трех сферах. Однажды имам Муслим пришел к нему на собрании, и имам Муслим поцеловал его в лоб и сказал. Позволь поцеловать твою ступню. Несправедливо поцеловать лишь твой лоб. Конечно же он просто так сказал, а не собирался. Позволь поцеловать твою ступню. О, учитель учителей. О, шейх мухаддитов. Ты шейх всех мухаддитов. И о, лекарь хадисов. Их скрытых изъянов. Скрытые изъяны. Самая сложная глава в анализе хадисов. И он сказал, «Имам Бухари, ты доктор хадисов. Ты аналитик изъянов хадисов». Это торжественное обращение было сделано вторым по известности в мире ученым хадиса. И имам Муслим сказал, «Бухари не на голову выше меня, а на много световых лет». Вы представляете, сколько у него должно быть было ненавистников? И их количество росло по мере роста репутации. Особенно в 21 год, ходя по городам, где 70-летние ученые хадиса. А люди оставили этих ученых. Потому что этот 21-летний ученый знает намного больше. И хоть Бухари и обладал этикой, которую мы упомянули, несмотря на свои старания, не обидеть никого ни словом, ни делом, он таки обрел свой круг ненавистников. Итак, имам Бухари, рахимухуллах. Как же все началось? Он пошел в Нисабур. Там он встретил имама Муслима, рахимухуллаху та'аля. И там был великий ученый хадиса по имени Яхья Аздухили. Яхья Аздухили считался величайшим мухадисом того города, одним из величайших мухадисов на то время. И он был главным учителем имама Муслима, пока тот не встретил Аль-Бухари. И когда имам Бухари пришел один, он направлял людей к нему, восхвалял его, и подобное в том же духе. Но Яхья Аздухили осознавал, что его студенты постепенно переходят от него к имаму Аль-Бухари, рахимухуллах. И какой самый легкий и самый грязный путь дискредитировать кого-то? Знаете как? Повесить ярлык. Он сказал, он вахабит, он суфий. Не слушайте его. Втайне он принадлежит к этой группе. Что же сделал Яхья Аздухили? Передается, что он сделал так. Его эго, его зависть победили его. И он сказал людям, что Аль-Бухари втайне является му'тазилитом. А группа му'тазиля в свое время мучила имама Ахмада, рахимухуллаху та'аля. И имам Ахмад недавно скончался. То есть они были крайне непопулярны. Их призыв провалился из-за имама Ахмада, который боролся с ними до конца. И они сказали, что Кур'ан это творение, это не речь Аллаха, субханаху та'аля. Отрицали речь Аллаха. Итак, Яхья Аздухили сказал, я слышал, как Бухари говорит, что Аллах не разговаривает, что Кур'ан это творение Аллаха. Он распространил этот слух. Подразумевались две вещи. Первое, то, что он втайне принадлежит к заблудшему течению. И второе, что должно было подорвать доверие, это то, что втайне он пытался распространить этот призыв и увести в свое заблуждение целый город. Субханаллах, это грязная тактика уже тогда существовала. И, к сожалению, Яхья Аздухили удалось настроить жителей Нисабуру против имама Бухари, рахимухуллах. Аль Бухари вернулся в свой дом в Бухаре, и люди хорошо встретили его. Все хорошо, ты вернулся домой. Альхамдулиллах, наша легенда, которая покинула нас. Спустя 40 лет, объехав мир, став самой известной персоной в исламском мире, вернулся в Бухару и так далее и тому подобное. И имам Аль-Бухари вызвал губернатор, которого звали Халид Аздухали, другой Аздухили, не Яхья. Так вот, Халид Аздухили сказал Бухари, я хочу, чтобы ты учил меня и моих детей хадису у меня дома. Имам Бухари сказал, нет, хочешь изучать хадисы, приходи в мечеть. И он сказал, я хочу, чтобы ты приходил учить меня и моих детей хадису, я хорошо заплачу. А он сказал, нет, хочешь изучать хадис, приходи в мечеть. Он сказал, ладно, в мечети есть особое место для меня и моей семьи. Имам Бухари сказал, если хочешь изучать хадис, садись в кружок хадиса. Так он отказал Халиду бин Зухели. И Бухари рахимухуллах сказал, я никогда не продам знания за свою неприкосновенность ради выгоды. Что бы ты ни сделал, Аллах субханахуатааля защитит меня. Делай, что хочешь. Если хочешь изучать хадис, приходи в мечеть, как все остальные. Халид Аззухели тоже стал на него клеветать. Что он сделал? Он распространил запущенный Яхьей Аззухели слух о том, что Бухари втайне му'тазилит. И потом, что он сделал? Он начал издавать фальшивые фатвы от имени имама Бухари, издеваясь над ним. И это особенно показательно в нашу эру интернета. Ведь так часто, к примеру, на Яху якобы разоблачают кого-то. Мол, вот шейх очень известный ученый на Среднем Востоке. Я не ссылаюсь на конкретный случай, правда. Ведь иногда это оказывается правдой, к сожалению. Но часто говорят, такой-то шейх дал такую-то фетву. И это высмеивается, люди распространяют это, потешаясь над шейхом и так далее. С Бухари произошло то же самое. Аззухели пошел к другому шейху. И это показывает эго. Его звали Хурейс, Ибн Абель Варка. И вот Ибн Абель Варка сказал Хурейсу, послушай, начни порочить Бухари, и ты получишь должность муфтия города. Ты заменишь Бухари в этом городе. Что же он начал делать? Начал распространять ложь по городу. Нелепые фатвы от имени Бухари. И первая фатва, которую он распространил подобно вирусу, это то, что Аль-Бухари якобы сказал, что если ты выпил овечьего молока, эта овца стала махрамом тебе. По аналогии с законом о кормлении грудью. И люди заговорили, что Бухари несет вздор, ведь правила Ридуа были применены ковцам и козам. И вот он распространил слух об этом. И люди начали говорить, слышали последнюю фатву Бухари? Последнюю фатву, которую он издал. И они высмеивали его, смеялись и так далее и тому подобное. Они обидели Бухари, оклеветали его от имени Аль-Бухари Рахимухуллах. Они распространили столь скверную ложную фетву. И вот он сидит в мечете в Бухари в 60 лет, и группа молодых людей спросила его, ты издал эту фетву? И не дожидаясь ответа, напрыгнули на него и начали бить. И вот этот один из самых величайших ученых в мире, в синяках, истекая кровью, потерял доверие к себе. И это так подавляло его, что он сказал, я покидаю вас. И сделал дуа против них. А ведь, субханаллах, дозволено делать дуа против тех, кто поступает несправедливо. Он сказал, сказал, о Аллах, отомсти им за меня, за то, что они сделали. Сказал, это мощная дуа. Суть которой в следующем. Обрати это против них и их семей. Все их обвинения верни им, их детям и их семьям. Ибн Кафир, рахимхуллах, сказал, что когда имам Бухари покинул Бухару, в следующий же год, Халид аль-Духали был пойман на коррупции. И халиф отдал приказ людям не просто убить его, они привязали его к спине осла. Говорится же, не трогайте приближенного к Аллаху. Так вот, они привязали его к спине осла. Я сел, тащил губернатора через весь город. И люди плевали на него. Хлестали его на пути в тюрьму, где он и умер. Никому не было дела до него. А Халид, этот ученый, также был улечен в коррупции. И Ибн Кафир сказал, на него обрушились все мыслимые испытания. Болезнь, ненависть, испорченность обрушились на него за то, что он сделал. Субханаллах, вот она, сила дуа. Поэтому пророк, саллиллаху аль-Салям, сказал, что между мольбой притесненного и Аллахом, субханаллаху ата'аля, нет никакой преграды. Аллах принимает эту мольбу, даже если это кафир. Даже если притесненный не мусульманин делает дуа к Аллаху, Аллах принимает ее. Что же дальше? Величайший мухаддид, ученый в мире, сделал дуа против людей за то, что они так обошлись с ним. Он отправился в маленький городок под названием Хартанг. В Хартанге у него было несколько родственников. Лишь на окраине Бухары, между Бухарой и Самаркандом, почти один. Он был столь возмущен таким отношением к себе этих разных людей. Это весьма примечательно, субханаллах, этот человек, являющийся знамением Аллаха, субханаллаху ата'аля, один из самых потрясающих людей из тех, что знала земля. И люди отвергли и оттолкнули его. А после этого с их городами начали происходить плохие вещи. И имам Бухари, рухимухуллах, отправился в Хартанг в последний год своей жизни, в 62 года. Он провел Рамадан с несколькими родственниками в Хартанге. И Абдул-Кудус ибн Абдул-Джаббар говорил, что слышал, как он в последние 10 ночей Рамадана делал дуа, говоря... О, Аллах! Хоть это и дорогие края, это мучительно. Ведь люди отвергли его со всех сторон. Все эти города отвернулись от него. Обзывание, клевета, вешание ярлыков. К этому прибегли низкие люди. Они надеялись сокрушить его наследие. А вместо этого сами остались без наследия. Лишь добавив имаму Бухари признание. Напомню, это человек, который в самом начале своей книги передал... Поистине дела оцениваются по намерениям. Смотрите, братья, Аллах принимает искренние деяния. И также передал, что когда Аллах, субханнаху ата'аля, любит людей, Он испытывает их. У Бухари была совершенная вера в Аллаха. Он сказал, о Аллах, мир отверг меня, и земля сузилась. Так забери же меня, прими меня. Забери меня к себе. И... Также он сделал дуа в последнюю ночь Рамадана. И послушайте, что он сказал. О Аллах, забери меня к себе, позволь мне покинуть этот мир. Я не хочу быть вовлечен в эти злоключения. Достаточно, я не хочу этого. Я не хочу этой суровой среды. Что есть, то есть. Все. Итак, когда Аль-Бухари сделал эту дуа, посмотрите на то, как Аллах принял ее. Рамадан закончился. И говоря, Рамадан закончился, я имею в виду... В ночь после Адана на Магриб... Аль-Бухари вот уже почти выехал. Ночь после Адана на Магриб. Последняя ночь Рамадана. Рамадан только что закончился. В ночь на Рид. Он только что завершил свой Рамадан. И едва оседлав верблюда, чтобы уехать, едва взобравшись... на верблюда, вдруг он сказал, я чувствую слабость, я не могу взобраться на верблюда. Ему говорят, но ты выглядишь здоровым. Он сказал, я только что почувствовал слабость. И... Его начало тошнить. Начало бросать в пот. Начало лихорадить. И он умер. Буквально. После Рамадана. Субханаллах. Почти что на пути в Самарканд. Навстречу испытаниям. Отчужденный, отвергнутый в окружении всего нескольких родственников. Этот человек скончался. И... Субханаллах. Это очень знаменательно. Ведь в эту ночь его брат увидел сон. Во сне его брат увидел пророка, саллиллаху алейхиусалям, стоящего перед сахабами. И пророк ждал. Сахабы собирались идти, но пророк, саллиллаху алейхиусалям, ждал. Пока, как рассказывает брат, сахабы не сказали пророку, кого ты ждешь? И пророк, саллиллаху алейхиусалям, ответил, мы ждем Мухаммада ибн Исмаиля аль-Бухари. Мы ждем имама Бухари. Это было за ночь до его кончины. И имам Бухари досмилуется над ним. Аллах покинул этот мир. Он скончался в ту ночь. И это было первое число месяца Шауаль, 256 года по хиджре, в возрасте 62 лет. Итак, субханаллах. Жители Самарканда, услышав, что он умер, отправились к нему. Они пришли, забрали его тело и доставили его в Самарканд. И прочитали джаназа после Айдуль-Фитр. Явились тысячи. Это была одна из самых больших джаназа в истории ислама. Хоть люди и пытались прогнать его, его джаназа была одна из самых больших в истории ислама. И от его могилы. Это в современном Узбекистане. Его могила там. К сожалению, там проводят разные ритуалы. Так вот, от его могилы исходил сильный запах миска, запах благовоний. Аль-Бухари защитил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, тем, что оставил после себя знания. Одна из вещей, которые человек оставляет после себя, и она продолжает приносить ему пользу, это знания, которые приносят пользу людям. Какой человек сегодня не передает хадисы от имама Бухари? И в какой точке планеты? Человек не говорит, передается от Бухари. Будь то ученый или обычный человек. Это величайшее наследие, оставленное в виде знания, после пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. И когда имам Бухари скончался, помните его сон в детстве, когда он шагал по следам пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Мухаммад ибн Абихатим видел тот же сон. Наджим ибн Фудейль ибн Айяд видел тот же сон. Все коллеги, все ученики начали видеть сон своего учителя, что имам Бухари ступает по следам пророка, саллиллаху алейхи вассалям. На этот раз он последовал за ним. Как мы надеемся в джаннат? К степени Иллийин, к высшим степеням. Мы просим Аллаха, субханнаху ата'аля, смиловаться над ним. Принять все, что он сделал ради Аллаха, субханнаху ата'аля. Принять все его старания, сделанные для нас. Просим Аллаха, субханнаху ата'аля, принять эту искренность. И принести нам пользу от этого наследия, иншаллах. С которым мы продолжим с дозволения Аллаха, субханнаху ата'аля.